Периодически бывает такое, что начинаю говорить в компании, и меня никто не слышит и не слушает. Хотя может быть компания близких или не очень людей. С чем может быть это связано? Но прежде всего это ваша очень субъективная оценка, потому что представление, что такое или как, каким способом должны вас слышать, это только ваше представление. Первое. Второе. Когда мы долго-долго молчим, и нам не позволяли, или нас не слышали, или от нас отворачивались буквально физически, значит, вы не знаете, о чем говорить. Вы пытаетесь просто привлечь внимание. Опять давайте разбираться. Разговаривать с водителем о классической музыке, ну в среднестатистическом, при прочих равных условиях, ну крайне бесперспективная идея. И он действительно вас будет, не будет вас слышать, не потому что он плохой, а потому что в его картине мира, в его мировоззрении такого файла нет. А если вы будете разговаривать, как эту машину починить и что-то залить туда, ну, наверное, будет интересно, если вы будете рассказывать какие-то мелочи и нюансы о тех, о которых он не знает. Так вот и у вас получается. Вы, наверное, терпите, терпите, потом выходите в люди, и вас прорывает. Но только вы говорите о том, о чем неинтересны этим людям. И они, естественно, внимание всегда привлекает наше внимание. Ну посмотрите на себя. Что-то такое или яркое, или что-то нужное, или что-то мигающее, такое меняющее. Картинки типа Инстаграм. Это вот раз фиксатор, раз фиксатор, раз фиксатор. И это фокус внимания. Или что-то яркое из расчета такой скрытой зависти. Как это так? Что это такое? А почему у нее есть, а у меня нет? А почему это так? А почему это так? И это злость и зависть. А потом, когда это постоянно, вот это постоянно, да, то тогда начинается месть. Так вот вы или разговариваете о том, что... Обо всем разговаривают, это называется о погоде, о природе. Тогда зачем вы это обществу? Хотите расслабиться? Ну очень много нюансов. Тут много о чем можно разговаривать. Вас не хотят слышать, потому что вы говорите то, что этим людям неинтересно. Раз. Если вы говорите и подходите, как маленький ребенок говорит, обрати на меня внимание, и что-то там в глазки заглядываете, а если глазки все стеклянные, не моргают, вас сделают и обманут, потому что вы очень наимны. Так сначала нужно с собой разобраться. Что у вас внутри? Какого внимания вы хотите? Какое значение вы придаёте тому, что происходит в вашей жизни вообще? Зачем вы к этим людям обращаетесь или выходите, скручиваете себя? Значит, нет ни одного рядом своего родного, с которым бы вы могли честно, достойно проговорить, прояснить это всё и увидеть, как на самом деле обстоят сегодня ваши дела. А не выдавать желаемое за действительное, потому что это убогость и бесперспективность. Значит, вы будете обмануты. Значит, вы не будете понимать, что происходит. Значит, каждый заходящий или какая-то там группировочка, или какое-то там сообщество людей, они будут над вами насмехаться. И этот файл у вас просто с прошлого есть из семьи. Значит, для вас это приемлемая картина мира. И она не будет меняться до тех пор, пока вы её не увидите и не измените. Другими действиями, пониманием, объяснением себе, что да, это некорректно, не по отношению к ним, а по отношению к себе. Значит, вы себя не уважаете, не цените и не позволяете себе хотя бы что-то найти новое, хотя бы в чём-то разобраться, хотя бы чуть-чуть понять, что вы прежде всего человек. А не обижаться на них, потому что вы из ГОИ в их обществе. Так какое это общество? Что это? Чем они заняты? Какие у них интересы? Какие у них приоритеты? Какие у них смысловые нагрузки? И вообще куда они идут? И вы туда насколько приемлемо идёте, и насколько вам туда действительно нужно. Или от безнадёги, от этого состояния безысходности вас бьют вот этими палками с трёх точек, и всё в основном по голове, а вы просто не знаете, куда пойти. Вот на сегодняшний момент я могу одно вам сказать, что люди после пандемии разучились встречаться и общаться. Они все в голове. Почему, собственно говоря, я и затеяла вот эту стримовую систему и вообще там групповую систему. Кстати, спасибо огромное все те, которые откликнулись. Мы с понедельника с вами начинаем. Это вот к тем, кто слышит. Кто не слышит, не обращайте внимания. Так вот, когда общение начинается вот таким форматом, вы можете почувствовать, какой импульс, какую энергию и вообще какой посыл эмоциональный я вам пытаюсь передать. Если этого не происходит, человек просто куклится, он замирает внутри, и он становится безэмоциональным. Ему всё равно, что воля, что неволя. И если эта воля и неволя долго, долго на него влияет, человек умирает. По-стругацким это мертвяки, которые ходят и скручивают, кому не лень, и когда кому заблагорассудится. Так вот, для того, чтобы вы перестали идти туда, где вас не ждут, чтобы вы перестали находиться там, где вам не рады, вам нужно увидеть, что вы туда прётесь-то. Зачем? Зачем? Что вы хотите там услышать? Для чего вам это нужно? Вы какую-то картинку создали себе искажённую, с какими-то представлениями, откуда-то вы её вытянули, какую-то рекламу там что-то себе надели на голову, и пытаетесь её воспроизвести. Это действительно так? Или вы себе придумали? Придуманная жизнь, она утопична. Она никогда не сойдётся с этой действительностью, суровой жизнью, которая учит нас, где мы должны становиться Личностями, где мы должны понимать о том, что в этой жизни зависит всё только от нас. Услышьте меня, только от нас. И самое страшное, что вам кажется, что не получится, у вас там ни то, ни сё. Это всё неправда. Это убеждения, которые вы получили в детство извне, которые не давали вам шагнуть вперёд в свою собственную жизнь. И если вы не позволите в этом во всём себе разобраться, вас будут игнорировать, потому что вы со стороны смотрите серой мышкой, такая, которая стоит, и на всё согласная, лишь бы капелюху какого-то там внимания, какой-то особый получить. Моё частное мнение — это неприемлемая модель. Тем более для женщин. Тем более для женщин. Неприемлемая. И не важно, сколько вам лет. И не важно, какой социальный статус, это условно там ваша профессия, ваше образование. Неважно. Ищите своих. Они научат, они помогут. И это целое виртуальное сообщество, где люди учатся с друг другом коммуницировать, по крайней мере, на одном языке. Я вас уверяю, с нормальным, достойным, классным мужчиной, человеком нельзя поругаться. Понимаете? Нельзя. Если он действительно себя воспитал, если он действительно мужчина с большой буквы, с ним нельзя поругаться. Я точно это знаю. Нельзя. Как бы женщина не эмоционировала, как бы она там не думала о себе плохо, он всегда найдет слово. Он всегда совершит поступок, который даст возможность этой женщине почувствовать себя женщиной. Значит, это защищенной, уважаемой. И самое главное, его надежность, рядом его надежность, даст ей возможность абсолютно классно, абсолютно открыто развиваться. И такая женщина идет, и все точно знают, что лучше ее нет. Могут быть краши, могут там формы фигуры быть разные, но вот она такая самодостаточная, кто-то с ней такой надежный рядом, что она точно понимает, что вот для него она самая лучшая, самая замечательная, самая любимая. И она ничего в этой жизни не боится, потому что с ней рядом такой мужчина. А вы-то что ищете? Мы не можем друг без друга. Вы туда идете, наступая себе на глотку, как-то объясняя эту всю убогость. Зачем? Ответьте на вопрос, зачем? Почему вы над собой вот так вот производите эти опыты, сгибая себя, вот скручивая себя, для того, чтобы лишний раз убедиться в том, что вы не получите то, чего хотите? Может, там того нет? Может, там того просто нет? Вот это и называется познавать себя. А у нас, как это все, там Вселенная выдаст, там еще кто-то даст, а потом вот так. Да нет, девочки и мальчики. Нет, мои золотые, родные, хорошие, замечательные. Те, которые хотят что-то в этой жизни достичь и научиться все-таки получать удовольствие, начинается все с себя. И это, ох, как непросто, правда непросто. И один из двадцатки только выходит. Более вам скажу, надетая на голову с момента нашей совдепии вот эта пресловутость, надо взращивать себе там что-то, лидерские качества там еще. Услышьте меня, пожалуйста, лидерами становится только 10%. Первый критерий лидерства, когда человек выдыхает, слышите, не напрягается, не скулит, не прячется, не сбегает, не орет, чтобы все испугались, а расслабляется, говорит, все, значит, пришла задачка, нужно решать. Вот это лидер. Он несет ответственность за то, что происходит в его жизни. Неважно, это личностная характеристика, это не гендерная мужчина и женщина. И он точно понимает, если какая-то дрянь влезла в пространство или в коммуникационную систему, значит, с этим нужно просто разобраться. Разобраться качественно, без каких-нибудь окрасок, без каких-нибудь сожалений, переживаний. Нет. Это ваша задача. И если вас где-то не принимают, а вы туда претесь, значит, вы по отношению к этим людям убогая. И это называется жертва. А жертва всегда имеет вторичную выгоду. Ей всегда так очень хочется, что где-то кто-то там, мама, бабушка, соседка, как-то пожалела. Значит, она за это что-то, какую-то плюшку, там какой-то пряничек получит. И мы почему-то это всё выдёргиваем. Мы почему-то это всё так стираем со своих понятийных таких вот моделей и говорим, да нет, это не со мной, да с вами, да с вами. Жертва – это самая страшная роль, которую без конца друг к другу все пытаются надеть. Так вот отсюда можно сделать очень классный вывод. Когда над нами издевались или там заставляли, принуждали что-то делать, человек, лидер, начинается с того момента, не важен возраст, можно 20, 30, можно 40, можно 60, можно 70. Так вот человек начинается с того момента, когда он даёт себе честное внутреннее слово, что я никогда не поступлю по отношению к другому, так как по отношению ко мне поступали в детстве или в юности. Я вас уверяю, это не так просто, как быстро сказать и заявить позицию. Сдерживать себя от собственного бессилия слабый человек агрессирует, сильный человек не агрессирует, богатый человек не будет над кем-то издеваться. Это утопичное такое представление, богатый человек, чего-то достигший, он заинтересован, что вокруг него были люди, которые разговаривают на его языке, которые точно так разделяют его мировоззрение, точно так двигаются куда-то в какое-то такое понятное перспективное будущее. Извращённое получение информации, которая касается именно когнитивности, изменений, искажений нашего сознания, оно заточено сначала нужно испугать, а потом принудить к болевым ощущениям. Человек умирает. Так вот, лидер, тот, который точно знает, что болит, точно знает, что будут пугать, он встаёт и говорит, да погляди, да погляди. Ну не тешьте вы себя вот этими иллюзиями, их никуда не пришьёшь, не поставишь рядом, они рассыпятся, как карточный домик. И если вас где-то не принимают, позвольте себе роскошь, встать, взять сумочку и уйти по-английски, и дать себе зарок, что зачем идти к тем людям, которые не хотят с вами общаться, с вами разделить свои интересы, значит, у них или у вас интересы разные. А мы тут все разные. И найти своих – это не так просто, как кажется на первый взгляд. Значит, что-то должно объединять. Вот и посмотрите, какие у вас ценности, куда вы стремитесь, и каковы же ценности у тех людей. И если они не стыкуются, оставьте их в покое. Ну зачем они вам? Зачем вы с сапогами идёте, я не знаю, по летней улице, плюс 30, а вы в валенках. Это принцип один и тот же. Значит, вы не соответствуете. Но вам по какой-то причине очень хочется. Причина у вас, а не у них. И если вы на их взгляд будете соответствовать, то они вас сами пригласят. Вот так это всё работает.